Здравствуйте, эфир телеканала СКАД продолжает Самарский телевизионный вестник в студии Александр Семенов. Начинаем с главного. Обстановка на дорогах региона нормализовалась, но пока еще сохраняется потенциальная возможность чрезвычайных ситуаций. Об этом рассказали на брифинге в Самаре. Порывы ветра несколько снизились, ситуация на дорогах успокоилась. Напомним, в Самарской области из-за непогоды с вечера понедельника были перекрыты 37 автодорог. В регионе был объявлен оранжевый уровень опасности. Ограничено движение на федеральных трассах из-за сильного ветра со скоростью до 25 метров в секунду и метели. Были развернуты два пункта обогрева для водителей, которые из-за бурана были вынуждены ночевать на трассах. Ограничение движения вводится не для того, чтобы ограничить движение людей. Для того, чтобы возможность была своевременно силам и средствам Самарской области очистить дорожное полотно и поддержать его в состоянии пригодном для движения. Вот вспомним, прогнозировался снегопад. Единственное, не оправдалась ветровая нагрузка, но в ряде районов именно обильный снег в январе месяце подтвердился. И своевременно были перекрыты участки дороги. И все это позволило на следующий день дороги содержать в состоянии, пригодном для движения. В Самарской области обновят списки аварийных домов под расселение. Жильцам готовят новые квартиры. В 2019 году региональные власти планируют расселить около 30 тысяч квадратных метров аварийного жилья. Об этом рассказал министр строительства Евгений Чудаев во время заседания профильного комитета Губернской думы. Сразу обращу внимание, что если кто-то откроет паспорт регионального проекта, то там увидит совершенно другую цифру. Там цифра близка 14,5 тысячи метров. Но так как дополнительно, помимо конкретного метража, в паспорте стоит задача освоения средств, то если эти две цифры сопоставят, а к освоению чуть больше миллиарда, миллиард 15 миллионов федеральных средств, то области необходимо будет выполнять задачу не в 4,5 тысячи метров, а соответственно уже в порядка 30 тысяч метров. В регионе действует масштабный проект по переселению из аварийного жилья. Его поделили на несколько этапов. Первый закончится в 2019 году. Следующий этап расселения жителей ветхого жилья стартует в 2020 году и продлится до 2024 года. Сроки проведения третьего этапа переселения министр пока не назвал. Работникам Минстроя предстоит сформировать новый список аварийного жилья и провести необходимые правовые процедуры. Особо остро проблема аварийного жилья стоит в Самаре. В центре города много частных одноэтажных домов в промышленном и кировском районах Бараков. В самарских детсадах снова распределят свободные места. Случится это 20 февраля. Родители имеют право выбрать не более пяти детсадов. Для добавления выбранного дошкольного учреждения в заявление необходимо обратиться в МФЦ. Распределение проводится в автоматизированном порядке. В течение 10 рабочих дней с момента получения извещения о предоставленном месте необходимо подтвердить свои намерения образовательному учреждению. В случае несогласия нужно обращаться в МФЦ. При неявке родителей для подтверждения согласия-несогласия с предоставленным местом в последующих распределениях свободных мест ребенок принимать участие не будет. Для его восстановления в электронном реестре необходимо обращаться также в МФЦ. В этом году учебные заведения Самары готовы принять свыше 14 тысяч первоклассников. Прием заявок сейчас продолжается. Процедура приема проходит в несколько этапов. Первый в этом году стартовал еще 18 декабря в лицее и гимназии. Второй прием в школы по месту жительства начался 30 января. Дело сдвинулось, но, увы, не обошлось без трагедии. Ранее в нашей программе мы рассказывали о ситуации, которая сложилась в доме номер 80 на Пугачевском тракте. Там из-за невыносимых условий из квартиры забрали в детдом малолетнюю девочку. Жилище поражено грибком. Находиться там опасно для здоровья. Приезд нашей телекомпании вызвал положительные сдвиги, но мать девочки уже не вернешь. Она скончалась в больнице от заболевания легких. Корреспонденты СТВ снова побывали в этой квартире, чтобы узнать о судьбе оставшихся жильцов. Две недели назад наша съемочная группа уже была в этой квартире. Все тот же удушающий запах плесени. Правда, теперь тут холодно, а тогда в воздухе были клубы пара и жарко. Причина того, что квартира пришла в негодность – испарение из подвала. Там прорвалась труба отопления. Наталья Тюрин рассказала тогда, что ее дочь в больнице с заболеванием легких, а малолетнюю внучку по ее же просьбе забрали органы опеки в детдом. Сейчас в семье еще большее горе. Дочь заболела воспалением легких, пневмонией. В больнице умерла. Ребенка в детском доме, ребенок находится. В таких условиях проживать невозможно. Вы как считаете, смерть дочери, она как-то связана с тем, что в квартире такая ситуация? Конечно. Конечно, а как же? Вот соседи умерли за год, 4 человека, тоже все с легкими. Конечно, связано. В таких условиях нельзя проживать. Вот как-то отреагировали на вас? Вот я смотрю, тут управляющие микрорайонам приходило. Вот только сегодня пришли. Написали заявление. И все, а так никто, ничего не приходил. Ну, сейчас пообещали, что на четвертом этаже освободилась квартира двухкомнатная. Может быть, вот туда. Старшие по микрорайону и представители органов опеки общаться с нашей съемочной группой не захотели. Увидев нас, ушли. Но они и не обязаны давать нам комментарии. Главное, чтобы меры приняли скорее. Сейчас, если переезд случится, расходы семье Натальи предстоят большие. Значительную часть пораженных плесенью вещей уже выбросили. С техникой тоже не все в порядке. Холодильник из строя, машинка вышла из строя. Вот завтра придет 4 тысячи, надо платить за то, что влажность вот была. Вся аппаратура, все полетело. Все, здесь все выкидывать. Здесь ничего уже не пригодно. Вот только паспорт и выходить. Все, ни одежды, ничего. Но главное для пожилой женщины – внучка. Сейчас Наталья оформляет опеку над ребенком. Ребенка вы же заберете, когда в нормальные условия перейти? Нормальные условия, конечно, я заберу, а как же. У меня то, что осталось от моей дочери, конечно, заберу ребенка. А сколько девочка уже там находится? Девочка уже месяц находится там. А ребенку год 7 месяцев будет. Остается открытым вопрос, а кто будет отвечать за все это? За сгнившие полы и поломанную технику, за плесень. А главное – за ущерб здоровью и за то, что ребенок осиротел. Максим Остриков, Дмитрий Лукин, СТВ. Сход глыб снега с крыш на оживленных улицах Самары продолжается. На этот раз создание технического университета, к счастью, никто не пострадал. В суд ушло уголовное дело по банде похитителей детей. И воровка, попавшая в объектив камеры наблюдения. Обо всем по порядку у наших корреспондентов в обзоре происшествий. Уже и гром грянул и перекрестились, но падение масс снега с крыш на оживленных улицах продолжается. Очередной произошел в центре Самары, на улице Молодогвардейской, в корпусе СамГТУ. Здесь снег сошел с частью металлического ограждения крыши. К счастью, никто не пострадал. Напомню, что за минувшие выходные произошло несколько несчастных случаев. При сходе снега люди получили тяжкие телесные повреждения. Похитители детей предстанут перед судом. Группа преступников во главе с Русланом Бакиевым и Екатериной Косаревой в 2018 году совершали преступление на территории Самарской области. Они крали детей и требовали выкуп с родителей. Так, в январе прошлого года группа похитила одного малолетнего мальчика и требовала с его матери 2 миллиона рублей. Я сначала сказала, что хочу к маме, но я сразу попробую. Я говорю, все нормально, сейчас мы поймем к маме, все хорошо, но убиваю вот это. Отвлекла я на дюшку, букву, и все дальше. Начала расспрашивать, все, сразу-таки. Да, мы говорим к букву. Дюшку? Нет, это его. Он с дюшкой, да? Да. В этом же месяце пытались украсть еще одного малыша, но были задержаны. Сотрудниками управления Следственного комитета по Самарской области собрано доказательство и дело направлено в суд. Разыскивается за попытку кражи с банковских карт. На видео женщина пытается выводить из банкомата в одном из магазинов от Радного деньги, которые ей не принадлежат. Кошелек с картами пропал у 55-летней жительницы этого города, о чем она сообщила в полицию. Ей стали приходить СМС-ки о попытках снятия денег со счета. Полицейские вычислили банкомат и изъяли записи с камеры. Уже возбуждено уголовное дело по статье кража. Приметы подозреваемой на вид 35-40 лет. Предположительно беременная. Волосы окрашены в светлый цвет. Одета пуховик с капюшоном темного цвета. Шапка вязаная коричневого цвета. Шарф-хомут серого цвета. Прорывы теплотрасс с пострадавшими и отключением тысяч людей от тепла. Вовсильные морозы. Это стало поводом для встречи представителей ресурсоснабжающих организаций, министра энергетики ЖКХ и депутатов губернской думы. Тепловики говорят, что за счет существующих тарифов они не смогут провести модернизацию сетей и предотвратить такие ЧП. Предлагают выход создать им возможность для долгосрочного инвестирования в рамках передачи сетей на концессию или расчет платежей за тепло по методу так называемой альтернативной котельной. Что это такое, разбирался наш корреспондент Максим Остриков. За этот отопительный период произошло уже как минимум 4 крупных прорыва теплотрасс в районе Московского шоссе и Гастелло, на Ташкентской, в районе Осипенко и на Первомайской. При этом пострадали люди, получили ожоги, а тысячи жителей остались без тепла. Ресурсоснабжающие организации говорят, что после окончания отопительного сезона проведут диагностику и починят самые опасные участки. Но масштаб износ сетей очень велик. Сети, которые достигают нормативной надежности, составляют более 57% от всех сетей в городском округе Самары. В этой же схеме определен объем финансирования, который необходим для того, чтобы сети привести в нормативный уровень надежности, который по Самаре составляет 23 миллиарда рублей одномоментно, либо, если борься в область, то это более 33 миллионов миллиардов рублей. Предприятие «Т-Плюс» распространило сообщение, в котором сказано, цитируя, очевидно, что такие средства невозможно отыскать в имеющихся тарифных источниках. Поэтому предлагается закрепить долгосрочный сценарий развития, который позволит компании направить в регион существенно больше денежный поток на понятных условиях. Инструментами такого перехода могут стать концессионные соглашения на теплосетевую инфраструктуру или ценообразование по методу альтернативной котельной. Это позволит повысить годовые темпы перекладки теплосетей с нынешних 2,5% до нормативных 4%. Конец цитаты. Первый замглавы Самары Андрей Василенко высказал свое мнение по этому вопросу. «Убирая какой-либо социальный фактор, или, как я говорю, политику, то точно нужно выбирать альтернативную котельную. Это даст возможность, если мы хотим действительно решить эту проблему, это даст возможность в данной ситуации в течение 3-5 лет в полном объеме войти в режим от протяженности 4% перекладывать сетей. Что же представляет собой метод альтернативной котельной? При нем происходит отказ от ежегодного госрегулирования тарифов. А стоимость одной единицы тепла рассчитывается, исходя из цены строительства и обслуживания некой виртуальной котельной. На самом деле никакого строительства нет. Это для удобства расчетов. То есть учитывается стоимость земельного участка, всех строительных работ, закупки оборудования, котлов и прочего, его обслуживание, топливо для получения энергии, длительность отопительного сезона и все прочее. Государство, по идее, должно ограничивать некий предел стоимости. Если такой метод ведут в нашем регионе, пока сложно прогнозировать, как вырастут цены на тепло. Но если роста цен не будет, то зачем тогда переходить на альтернативную котельную? Ведь не исключено, что хватило бы денег и от действующих тарифов. Максим Остриков, Дмитрий Лукин, СТВ. Самарские таможенники устроили урок мужества для детей. Его приурочили к 23 февраля. Ребятам показали различные виды оружия, современные спецсредства и защиту, находящуюся на вооружении СОБРа. Дети смогли примерить бронежилеты, потрогать пистолеты и попрактиковаться в сборке и разборке автоматов. Также бойцы СОБРа продемонстрировали свою боевую выучку, приемы рукопашного боя, правила самозащиты. На уроке мужества показали и работу служебного пса. Вместе с кинологом он профессионально выполнил все команды. Так называемые тайные закладки, сделанные таможенниками, были найдены быстро и оперативно. Для чего? Для того, чтобы ребята, которые растут в семьях наших сотрудников, видели, чем занимаются их родители на службе, понимали, что это очень ответственная работа, верили в то, что когда они подрастут, они смогут сменить своих родителей на их ответственном посту. Строительство Софийского собора, который расположен на четвертой очереди набережной в Самаре, завершат к лету. Сейчас все работы вышли на финишную прямую, стены средней части храма облицуют мрамором. Также там установят витражи, а двери обошьют резными картами из массива ясеня. С отделкой внутренних помещений подрядчик планирует справиться к 1 апреля. Затем нужно будет доделать фасад. Потребуется замазка швов и дополнительная покраска. На смотровой площадке проведут обшивку. Только после этого начнется благоустройство прилегающей территории. Крылья Советов на заключительном зарубежном сборе в Турции будут до 1 марта. Самарский футбольный клуб там готовится к возобновлению чемпионата российской премьер-лиги. У Волжан запланировано 4 контрольных поединка. Также стоит отметить, что на сбору левой нашей команды Меодрак Божевич взял с собой всех футболистов, включая новичков. По словам главного тренера Крыльев, в Турции работа всего его коллектива идет весьма продуктивно. И болельщики увидят качественно новую команду, способную решать серьезные задачи. Температура воздуха в регионе побила 41-летний рекорд. Экстремально высокие градусы зафиксировали в Самаре и Новодевичье. Так, в областной столице столбик термометра поднялся до плюс четырех. Отклонение от предыдущего значения температуры воздуха составило полтора градуса. Этот показатель был зафиксирован в Самаре в это время года дважды, в 1978 и 1997 году, рассказывают синоптики. В Новодевичье 16 февраля воздух прогрелся до 2,2 градусов. Последний раз там было так тепло в 1978 году. У меня же на этом все. Далее прогноз погоды, интересные новости и программы можно также посмотреть и прочитать на информационно-аналитическом сайте Мы же с вами прощаемся. Всего доброго и до встречи.